Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Сохранить и передать потомкам живая память новый проект по созданию архива. Провод экономит не повод. Рубрика «Стандарт» в магазинах стройматериалов. Самый сладкий спорт. Республиканский конкурс кондитерского мастерства «Лучший кондитер Абхазии-2019». Начнем с официальной информации. Премьер-министр Республики Абхазии Валерий Бганба посетит праздничные мероприятия в честь пятилетия со дня провозглашения Донецкой Народной Республики. Клава правительства посетит выставку достижений народного хозяйства, а также торжественные мероприятия в честь Дня Республики в Театре Донбасс-Опера в Донецке. В стране будет проходить праздничная акция, лента времени и флешмоб. Для участия в праздничных мероприятиях в Республику также прибыли гости из Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республики Южной Осетии, Чехии и Словакии. В составе абхазской делегации также присутствуют министр иностранных дел Дауркова и депутаты Народного Собрания Парламента Республики Абхазии. Найдены имена трех узников в концлагере Дахау. Это жители Абхазии, погибшие узники Дахау. Валентина Гуля, Алексей Цыба, Андрей Аршба. Как рассказал Абстный пресс, руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов, основной ресурс, где приходится искать сведения о пропавших, без вести, электронный архив Министерства обороны Российской Федерации. Самый старший Андрей Аршба с толузником концлагеря, скорее всего, как военнопленные. Остальные, возможно, оказались за пределами Абхазии и попали в руки немецких нацистов. Кроме того, в рамках проекта «Возвращение имени» снимается документальный фильм, собираются исторические материалы. Это памятный проект, который по-настоящему возвращает человека обратно в семью, подчеркнул Скворцов. «Сохранить и передать потомкам. Живая память» – так называется новый проект по созданию архива. Его организаторы предоставляют возможность каждому познакомиться с историей Абхазии со слов очевидцев. В интервью политические деятели страны рассказывают о событиях, происходящих в Абхазии с 1988 по 1996 годы. Слово Виоли Барганджи. «Сохранить подлинную историю, передать ее своим потомкам» – задача проекта «Живая память» направлена на создание новых архивных материалов. Здесь описываются политические события, происходящие в нашей стране с конца 80-х годов и до 1996 года. В основном это деятельность депутатов парламента первого, так называемого «золотого созыва». Спустя много лет именно они говорят о том, что пережила республика в самый тяжелый для нее период. Мы специально взяли именно этот период, потому что он один из самых важных, он вообще для новейшей истории, для истории нашего молодого государства в нынешнем виде. Мы взяли его, потому что его легче структурировать с точки зрения хронологии, с точки зрения таймлайма, как говорят на английском, но историки. То есть, чтобы там была четкая хронология, в которой можно будет, конечно, изложить основные события, основных участников и уже исходя из этого искать, у кого брать интервью. Такая своего рода капсула времени зафиксировать живую память сегодня, чтобы в последующем она послужила ценным материалом для будущих исследователей. Это не документальный фильм, то есть это не постановочные какие-то интервью. То есть техника такая, что ты просишь человека поделиться своими воспоминаниями и стараясь минимально задавать ему вопросы, да, и как-то прерывать его рассказ, ты стараешься зафиксировать вот именно в том виде, в котором всплывает. Задачей проекта не стоит поиск военных материалов. Тут фиксируются официальные процессы постановления, обращения и политические переговоры, описанные очевидцами событий. И, как отмечает координатор проекта, не все из них будут находиться в открытом доступе. Либо им можно уже пользоваться сейчас, да, в открытом доступе. У нас есть вся транскрипция, да, то есть это не просто видеоинтервью или аудиоинтервью. Они все транскрибированы, то есть они переложены на текст, которым можно ознакомиться. Либо человек сказал, что я готов открыть и делиться, то есть для широкой публики этим интервью через 5-10 лет. Кто-то сказал после моей смерти, да, то есть вот разные есть периоды. Но очень важно, конечно, зафиксировать очевидцев событий, да, чтобы было понятно. Вот это эмоциональная нагрузка, да, человек, когда рассказывает, он погружается эмоционально в этот период, да, то есть он вспоминает. Это вызывает очень большой у зрителя такой отклик. То есть ты лучше вообще понимаешь, что происходило. Всего на данном этапе коллекция проекта содержит 60 видеоинтервью и более 20 аудиоматериалов. Однако это не весь архивный список. Собираются и газетные публикации того периода, документы, фотографии и старые записи. К примеру, заседание парламента первого созыва. Я вообще не собиралась идти в политику, но когда на заседании на кафедре всеобщей истории, вдруг я услышала мнение грузинских преподавателей, что никакой истории Абхазии не существует. История Абхазии – это часть истории Грузии. Вот тут я поняла, что что-то страшное произойдет. И я пошла к Сергею Шамбо, который тогда возглавлял Айдгылера. И я стала тоже активной участницей Айдгылера. И я очень благодарна за это в моей судьбе, что я смогла какой-то хоть небольшой вклад внести. И поэтому я считаю, что то, что мы делаем в этом проекте, это должно быть доступно для как можно большего числа граждан Абхазии и особенно для молодежи. На сегодняшний день в республике отсутствует немалая часть архивных материалов. Многие из них сгорели при пожаре, либо вовсе были утеряны. По мнению председателя Союза журналистов страны Руслана Хашик, для сохранения истории необходимо следовать мировой практике. Сейчас, чтобы реально изучить, каким еще материалом, реальным архивом, не воспоминаниями, а реальным архивом мы обладаем, надо нашему архиву запросить все данные, что хранится сейчас на государственном телевидении. Не дай Бог, что-то там произойдет, мы вообще всю современную 25-летнюю историю потеряем. Он в одном месте хранится. У нас три раза этот сервер летел, там 10 раз меняется руководство, никто, никакой преемственности там нет, и мы не знаем, что мы там имеем. Вообще это такое преступление, как мы относимся к архиву. Я порадую там причины, иногда обращаюсь к архивам, Сергей Майлович, а вы поинтересуетесь, в МИДе, в МИДе нет архива, документов нет исторических, подписанных за все 25 лет. У нас с каждого министра начинается новая история Абхазии, с каждого президента начинается новая история, в ведомствах нет архива. С такой проблемой новые архивные материалы этого проекта не столкнутся. Его участники немедленно создают копии, оригинал интервью оставляют у самого автора. И сегодня организаторы живой памяти ждут нового гостя, чтобы вновь пополнить историческую коллекцию. Виола Барганджа, Торни Камичба, Абазатовая. Государственное инвестиционное агентство Абхазии создало реестр инвестиционных проектов. Как сообщается на сайте ведомства, это решение нацелено на продвижение инвестпроектов и привлечение в республику инвестиций. В реестре будут собраны наиболее интересные проекты со всей республики, которым требуется дополнительные инвестиции или софинансирование. Подробная и проверенная информация о проектах будет представлена в специальном разделе на сайте агентства. Директор агентства Саид Гулария призывает заинтересованных граждан обращаться в учреждение. По его словам, после проведения проверки инвестпроекта на достоверность заявленных данных он будет включаться в реестр и публиковаться на сайте. Он также сообщил, что следующим этапом реализации этого решения будет создание виртуальной инвестиционной карты Республики Абхазия. О ликвидации ЧП. Завершение кровельных работ двух корпусов второй школы столицы планируется в ближайшее время. При этом начало кровельных работ в части школы, входящей в список историко-культурного наследия Республики Абхазии, придется на июнь месяц. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по ликвидации последствий пожара в средней школе номер два имени Пушкина под председательством советника премьер-министра страны Астамура Джикерба. Участники встречи изучили проектную документацию, включая конструктивные решения и ведомость отделочных работ, предусмотренную в период проектирования и строительства здания в 2008 году. Члены комиссии также обсудили способы возведения монолитных конструкций кровли, вопросы выбора материала для предстоящих работ. На данный момент ведутся работы по расчистке пострадавшей кровли общей площадью 1930 квадратных метров. Комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий под руководством первого вице-премьера Даура Аршба приняла решение по четырем объектам. Как сообщает пресс-служба Кабмина Республики Абхазии, одобрено приобретение одного комплекта насосного оборудования, необходимого для организации центральной канализационной насосной станции города. Вторая позиция – это работы по расчистке русла реки и сооружения железобетонной дамбы в целях предупреждения подмывания опоры высоковольтной линии электропередач Мачара в Гулрыбшском районе. В протокол комиссии также вошло решение о необходимости ликвидации последствий разрушения берегозащитных сооружений смыва территории поста КПП ПСОУ. Управлением капитального строительства Республики Абхазии также представлена смета по противопаводковым мероприятиям на участке в районе поселка Каштаг Гулрыбшского района. Провод экономить не повод. В эфире нашего канала вновь рубрика «Стандарт». В этот раз наши корреспонденты совместно с сотрудниками Госкомитета по стандартам, техническому и энергетическому надзору прошлись по магазинам стройматериалов, чтобы проверить, насколько качественную электропроводку продают в Сухуме. Они побывали в нескольких самых популярных торговых точках и выяснилось, что не все продавцы могут ответственность заявить, что торгуют качественным товаром. Репортаж Марианы Котовой. Качество проводов и кабелей невозможно определить визуально, поэтому надеяться можно только на сертификаты качества. Любому покупателю по первому требованию продавец обязан предоставить сертификат соответствия. В магазине «Сухумкабель» нам предоставили сертификаты на всю продукцию по первому требованию. Специалисты Госстандарта отмечают, документы здесь соответствуют всем необходимым требованиям, что редко встречается в торговых сетях Абхазии. Как и полагается, продукция сопровождается сертификатом качества, сертификата соответствия живой печати реализатора, у кого они покупают. То есть не ксерокопия печати, а живая печать. Как говорят эксперты, в каждом магазине, где среди ассортимента товаров есть электрические провода, должен быть вот такой стенд с образцами всей имеющейся продукции. Специальная витрина с указанием типа марки кабелей электропроводки, с сечением, чтобы человек мог увидеть и определиться, что ему надо, и чтобы он не был обманутым. Вот один из моментов показа реализуемой продукции. Как рассказывают продавцы, часто бывает, что клиент, пытаясь сэкономить, покупает более тонкий провод, чем это необходимо. Но делать этого категорически нельзя. Если провод, ведущий электричество к розетке, не рассчитан на то количество приборов, которые к ней подключают, то он начинает нагреваться, а розетка плавится. Вот, например, как я могу определить, сколько электроприборов у себя дома я должна включить? Там на розетке что-нибудь написано? На розетке должно быть написано, сколько она амперная. И поэтому вы определяете, включать печку будете, сколько ампер. Также, когда вы берете печку, там указано же ампераж, сколько потребления может быть у вас. И поэтому за это рассчитывается. Значит, если там титан, например, обычно 2 на 2,5 тоже можно впустить. Также в Абхазии по наблюдениям специалистов часто экономят на заземлении. Не принимая в расчет, что замыкание незаземленной цепи может привести не только к пожару, но и к смерти от удара током. Беда может случиться при пользовании незаземленными водонагревателями, стиральными машинами и кухонными плитами. Проводить провод заземлителя к потребителю – это уже затраты большие. Это сопряжено со строительными делами. Но для этого присутствует сегодня, оно называется УЗО – защитное отключение. Оно действенно, оно предохраняет от любых перетоков. Но вернемся к качеству проводки, от которой в немало степени зависит качество электроэнергии в доме и безопасность ее использования. Изготовители проводов пользуются при производстве несколькими стандартами. И даже среди хорошей проводки есть более и менее качественное. Электрики рекомендуют при проведении ремонтных работ использовать проводку, изготовленную по ГОСТу. Она несколько толще той, что изготовлена по техническим условиям. Стоит чуть дороже, но и прослужит гораздо дольше. Чтобы узнать, по каким условиям она изготовлена, по каким стандартам, можно, посмотрев на саму изоляционную обмотку. Вот здесь вот написано, вот здесь указан ГОСТ, а вот на этой проводке видно, что написано ТУ. Насколько хорошо она будет работать, то есть проводить ток, зависит и от того, как проводку хранят. Важно, чтобы в складе провода лежали в сухом месте вдали от сырости нагревательных приборов. Желательно, правила для всех товаров есть, в принципе, взять, чтобы было сухо, не влажно, основной. Вот и они на деревянных стеллажах, не на полу, как бы, основные требования. Такой образцово-показательный порядок царит в складе магазина Абан. А в торговой точке под названием БЗУ показывать, как хранятся провода, нам не стали. И даже пытались препятствовать съемке, ссылаясь на то, что это частная собственность. Но по закону о СМИ, согласно правам потребителя, магазин – это общественное место, и съемка здесь не запрещена. Однако проблема оказалась в другом. Предприниматели нарушают правила торговли. Хозяин магазина БЗУ в частной беседе признался, что покупает провода на рынках Ростова. Там продавцы не могут ему предоставить сертификаты качества. Поэтому мы вас предупреждаем. Если вы купили провода в магазине БЗУ, и они оказались неисправными, то никто за это ответственности нести не будет, кроме вас самих. Определить качество проводки, которой предприниматели торгуют без сертификатов, пока невозможно. Но в скором времени в Абхазии появится лаборатория, способная проверить и этот вид товара. Необходимость в этой лаборатории ненадуманная. По данным статистики, 70% всех пожаров в стране происходит из-за некачественной электропроводки. Мария Накутова, Эдуард Аракелян, Абаза-ТВ. Продолжаем выпуск. Всеобщая диспансеризация в республике, проводимая силами Министерства здравоохранения Абхазии и сводного отряда Федерального медико-биологического агентства России, продолжится 14 мая на базе Республиканской больницы Минздрава. Согласно утвержденному графику диспансеризации, с 14 по 20 мая будут обследоваться жители Сухумского района. А с 21 по 27 мая население самой столицы. Следующий район диспансеризации – Гудаутский. В работе принимают участие 50 специалистов из учреждений ФМВА России. В составе сводного медицинского отряда 12 единиц медицинской техники, в том числе специализированный передвижной медицинский комплекс, реанимация, операционная передвижная лаборатория, маммографические и рентгенологические комплексы на базе автомобилей повышенной проходимости. Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась с 5 апреля в Галском районе и завершится 9 июня в Гагарском районе Республики. Несомненным плюсом диспансеризации является возможность получить направление на лечение в Российскую Федерацию. В целях дальнейшего совершенствования оказания медпомощи жителям Абхазии российским туристам в течение ближайших лет предполагается построить в Республике центр экстренной неотложной помощи, в котором будут работать российские специалисты, сообщила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. Республиканский конкурс кондитерского мастерства «Лучший кондитер Абхазии-2019» прошел в Сухуме в рамках праздника сладости в ресторане «Рцаху». Организатор мероприятия Торгово-промышленная палата Абхазии проводит конкурс уже в шестой раз. Участие в конкурсе приняли 23 кондитерских предприятий и частных кондитеров. Элеонора Гелаяна об итогах конкурса. Кваркини, глиссаж, меренга. Нет, это не словарь иностранных слов. Это конкурс на звание лучшего кондитера Республики-2019. Уже шестой год подряд Торгово-промышленная палата Абхазии проводит это сладкое соревнование. Со временем конкурс назвали праздником сладости, ведь все это действительно похоже на гуляние. Президент ТПП Тамила Мирцхулава считает конкурс кондитеров полезным мероприятием. Оно представляет возможность для развития и совершенствования. Это прекрасная площадка для всех конкурсантов и прекрасный опыт общения не только со своими коллегами, но и с членами жюри. Это возможность сделать себе рекламу. Практика предыдущих лет показала, что многие победители в разных номинациях стали известны благодаря участию в нашем конкурсе. Это возможность еще раз заявить о себе и в первую очередь цель, которую мы преследуем, это популяризировать профессию кондитера в нашей стране. В этом году состав и количество участников практически не изменилось, их 23. И многие из них уже были победителями нашего праздника сладости предыдущих лет. В ресторан Арцаху пригласили заядлых сладкоежек, среди которых и члены конкурсного жюри. Чтобы определить лучшего мастера кондитерского искусства. Мы не оговорились, иначе как искусством этот полет фантазии называть не хочется. 23 кондитерских дома, половина из которых домашние кондитеры-любители. Из самых разных городов Абхазии представили свои изыски. Музыка. 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 Шторки конкурсной зоны закрываются, и жюри в составе пяти человек под председательством Натали Смыр начинают дегустацию и оценку представленных тортов, пирожных, восточных сладостей, а также сдобные выпечки. В этом году в состав студии приглашена успешный сочинский кондитер Евгения Галкина. Особое внимание уделяют двум компонентам. Это качество продукции и оформление. Неклесочное песто и крем. Сливочное. Сливочное заварное. Сливочное заварное. Все. Натали, на что внимание обращаете? Ну, конечно, в первую очередь у нас как бы по двум параметрам, по двум критериям. Внешний вид и вкусовые качества. Но, в первую очередь, конечно, как обычно, да, как встречают человека по одежке, да, вот мастера по внешнему виду, конечно, они очень такие асимметричные, красивые. Да, но пока не пробовали, потому что много придется попробовать, но обязательно попробуем. Гостям было представлено не только право дегустировать сладости, но и выбирать лучшего в номинации при зрительских симпатий. В этом году среди профессиональных кондитеров немало тех, кто просто увлекается такой кулинарией. Например, вот пряники Мадина Кочалыпа. Все они выполнены в разной технике. Рисунок, лепка, витраж. Все съедобно. Кондитер-любитель признается. Это просто хобби. После и в перерывах основной работы. Сперва дело своим, так в подарок. Потом стали заказывать. Думала, потеряю интересы, но все равно, когда оценивают со стороны, не свои родственники, которые так похвалят. Как бы тоже приятно. Ну, я не считаю, что это мой какой-то основной бизнес или что-то. Просто хобби, которое приносит дополнительный доход. Из необычного здесь еще стол с пончиками и блинами. Кофейня Дипонпон работает в Сухуме чуть меньше года. Но за это время обзавелась друзьями и поклонниками. Диана Гергедава рассказывает об обилии десертов, которые можно сотворить из, казалось бы, обычных пончиков и таких же обычных блинов. У нас сегодня представлен блинный торт. Пончики, кваркини представлены в виде пирожных, донатсы. Ну и пирожные на основе блинчиков. У нас в основном блины, пончики. То есть вот из этого мы попытались представить различные блюда. Также блин «Цезарь». Это из солененького. Кто захочет после сладкого ответить, что это соленое. Потому что у нас немецкие пончики кваркини. Таких в Сухуме нет. И блины тоже у нас подача именно вот такая. Тортики это была как бы вот... То есть мы на заказ можем выполнять. Но в основном у нас подача вот такая, с ягодами, с мороженым. То есть различные и на вынос. Пока жюри подводили итоги конкурса, Евгения Галкина выступила с мастер-классом. И сегодня я вам хочу показать, как сделать просто, быстро, очень вкусные и мега полезные конфеты. Субтитры создавал DimaTorzok Всего номинаций, помимо Гран-при и приза зрительских симпатий, в конкурсе было четыре. Лучшим пирожным были признаны пирожные кондитера Алена Цвинария. Ей же отдали предпочтение гости мероприятия, вручив приз зрительских симпатий. Отдельным пунктом были оценены восточные сладости. Здесь бесспорное лидерство за частным предпринимателем Исканом Хапшух. Производителем лучших сдобных изделий признана кафе Усавмина, кондитер Саида Лейба. Лучший торт. Это почетное звание было предоставлено тортом кондитера Оксаны Пабба. После объявления выигравших в номинациях наступает кульминационный момент. Председатель жюри Натали Смыр называет имя лучшего кондитера года. Им признана Ирена Герия. Ресторан Пушкин. Меня уже третий раз приглашают на такое мероприятие. Я ни разу не считала себя достойной сюда идти. У меня не было никакой уверенности в себе. И в этом году я просто пошла, потому что уже мне стыдно было говорить. Нет, я не считала вообще себя достойной такой награды. Просто нет слов. Как тебя это сматерирует? Ну, я думаю, да, конечно, наверное. Вы как давно занимаетесь этим делом? Я просто любитель. Я просто люблю печь, так как у моего супруга заведение свое. Я просто помогала ему там. И все. И просто в этом направлении пыталась расти. Никакого образования кондитерского у меня нет профессионального. Просто люблю печь. Всем победителям вручили подарки, нужные и под стать. Техника и приборы, необходимые на кухне. С намеком на стимул к созданию новых кулинарных рецептов. Элеонора Гилаян, Эдуард Таракелян, Абаза ТВ. 20 мая в 18.00 в Абхазской государственной филармонии имени Гумба состоится сольный концерт молодого пианиста Бараса Куджба. Вход спа в свободный. На канале Абаза ТВ продолжает свою работу авторский проект Нодар Чанба «Салон Витраж». В субботу, 11 мая, в 19.30 в гостях у салона ветеран сцены народный артист Республики Абхазии Заур Чанба. В субботу, 11 мая, в 19.30 в гостях у салона ветеран сцены народный артист Республики Абхазии Заур Чанба. В субботу, 11 мая, в 19.30 в гостях у субботу, Вот а почему не ясно, ясно. Ясно заявил на ветер «Айтюд, Базня, Базня». Ясно заявил в «Айтюд», «Айтюд Захтюзги сов. Именно в другом есть. Ясно, не знаю, как мы сейчас говорим. Ясно с народами, как вы. Как вы Sabня, Джебжик, Базня, Базня. В частности, есть понятия, пытаются понять, Наш, что создаёт joining? Да-да-да. Команда конников из села Куланархуа заняла первое место на конно-спортивных состязаниях в селе Дурипш. Второе место по итогам соревнований заняла команда из Ачандара, а третье из Дурипша. Куланархуа набрала в целом 180 очков, Ачандара – 149 очков, а Дурипш – 145. Эти очки считывались исходя из всех видов состязаний. Это и скачки, и полы, и метание дротиков, и рубка, и джигитовка. Команда победителей получила кубки и денежные вознаграждения. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в выходные дни. 11 и 12 мая в Республике Облачная с прояснениями погода. В субботу преимущественно без осадков. В воскресенье днем из-за перепадов атмосферного давления возможен кратковременный дождь, местами туман. Температура воздуха ночью 16, днем до плюс 24. Температура морской воды плюс 15. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова